Мимо нарядного ярко-красного холодильника сложно пройти равнодушно. Они стоят буквально в каждом продуктовом магазине, кинотеатре и так и манят. Купить ну хотя бы маленькую бутылочку. Возьмите. Спасибо. Ну вкусно же. Скажите, а вы пьете кока-колу? Нет. Почему? А потому что отрава. Ну несмотря на то, что вредно, иногда конечно хочется. Есть вещи повреднее. Никому не рекомендую, особенно своим детям не давать кока-колу. Пейте вот яблочко, отжимайте и пейте натуральный сок. Что называется выстрелила кока-кола лишь спустя 50 лет после изобретения в конце 30-х годов 20-го века. Ее создатель Джон Пембертон умер в нищете. А сегодня ежедневно в мире распродают более 1 миллиарда бутылок. Любители колы – постоянные посетители вот этого кабинета. Это изначальный рецепт использовали в лечебных целях. Современные медики не рекомендуют. Здравствуйте. Можно? Добрый день. Конечно. Скажите, а чем так опасна кока-кола? Кока-кола, ну, наверное, точнее сказать, просто газированные напитки. Там содержится газ СО2, и он вреден для желудка, например. Он его растягивает механически. Далее. В составе содержится кислота ортофосфорная, которая вызывает, а, повреждение, ну, не скажу прям сразу растворение, но повреждение эмали зубов. Она способствует выведению из организма кальция, цинка. Ну, если для организма вредно, то вот зато в хозяйстве, говорят, незаменимая вещь. Идеально очищает чайник от накипи. Что ж, проверим. Пока наше средство действует, предлагаю проверить еще один способ. Говорят, что металлическим предметом, старым и ржавым, кола дает новую жизнь. Я думаю, уже можно. Пахнет вкусно. Сейчас посмотрим. Да, я, конечно, ожидала большего эффекта. По-моему, как оно было, так и осталось. Посмотрим, что здесь. Да, ну, прогресс, конечно, есть, но не сильно впечатляет. Вообще, баек, подобных в интернете, множество. Якобы в Кока-Коле растворяется мясо, капроновые колготки. И есть даже предположение, что такое количество мифов вокруг напитка – тонкий маркетинговый ход производителя. Ксения Беркалова, Олег Буланов. Новости. Телеобъектив.